Я сейчас в претензиях к выросшему ребёнку. Что делать? Во-первых, здесь у меня нет информации, что такое выросший ребёнок. Но представим, что ему 18+, например. И получается, мама в претензиях к выросшему ребёнку. Давайте подумаем, почему. Чтобы как-то решить конфликт, надо найти его причину. Почему я в претензиях к выросшему ребёнку? Если мы говорим про то, что я решила родить ребёнка. Я мать. Я решила родить ребёнка. И, наверное, я понимаю, что я ребёнка родила, чтобы отпустить его в свою жизнь. А не для того, чтобы он скрасил моё одиночество, чтобы он мне что-то отдал. То есть, в принципе, ветеринская любовь – это когда мы отдаём ребёнку, а ребёнок дальше отдаёт своим детям. Это не в магазине, когда вы им, а он вам. То есть, нет, это другая совершенно форма любви. И поэтому тут непонятно, а почему вы от него что-то ждёте? Потому что претензии – это когда я что-то ждала, а мне не дали. И тогда у меня претензии. Но секундочку. У вас был контракт с ребёнком, что он рождается и даёт вам раз-два-три? Нет ведь, да? Он маленький, а вы большая. И на самом деле вы даёте. Он берёт. Ребёнок – потребитель. Это нормально для того, чтобы он потом дальше дал собственным детям. Но у нас очень часто мы за счёт детей компенсируем свои проблемы. Он должен обо мне заботиться. Он должен меня любить, чтобы я и не чувствовала себя одинокой. Он как бы мой партнёр по жизни. Он моя кровиночка, он моё солнышко. В общем, разные есть формы. Но ребёнок попал, понимаете? То есть, его мама родила не для того, чтобы ребёнок шёл в свою жизнь, а чтобы он теперь маме долг отдавал. Это, конечно, ужасная абуза. И детям это, конечно, портит жизнь. Поэтому я бы вам советовала разобраться, а почему вообще у вас есть претензии к ребёнку. Кому-то надо, знаете, гордиться ребёнком. Ну, а почему это возникает? Я сама не очень успешна. Мне не очень нравится, кто я по жизни. Я не очень как бы реализовалась. Вот хочу ребёнком гордиться. И тогда он предмет моей гордости. Или я бы тут узнала, как у вас с личной жизнью. Может быть, у вас неустроенная личная жизнь. А тогда хочется, чтобы ребёнок звонил, был рядом, приезжал, проводил праздники вместе с вами. Ну, почему? Потому что у вас мужчины нет. А почему у вас его нет? Это к вам вопрос. То есть я этой задержке просто перебираю версию. Потому что здесь же точного описания нету, в чём претензии. Поэтому я могу только предположить, какие могут быть. Мне мало уделяют времени, внимания. Ну да, это нормально. Ребёнок растёт, уходит. И вы ему помогаете, а не он вам. Ну, как бы это форма такая. Мать и ребёнок мать отдаёт. Вот, поэтому, да, тут надо понять, какая концепция была у вас. Концепция была у вас. И отпустить эту концепцию. Потому что иначе вы действительно будете в обиде, в претензиях. А ребёнок, он уйдёт. И потом это переходит в заболевание. Потом приступы у женщин происходят. Они болеют. И тогда ребёнок вынужден быть рядом с ними. Понимаете? То есть это всё манипуляция. Это всё манипуляция. Это всё невозможность позаботиться о себе самой. Поэтому это очень печальная картина. И вот эту силу, моя дорогая, которую вы тратите на претензии к ребёнку, я бы вам предложила направить на изучение внутреннего мира. А что за претензии-то у вас? А почему они взялись? А как эти потребности вы можете реализовать сами? Понимаете? Почему ребёнок, допустим, должен вам давать любовь, внимание? Может быть, вам круг общения найти, работу поменять, с мужчиной познакомиться, здоровьем своим заняться. Может быть, как бы надо переключиться-то на себя?